И загибала для верности пальцы, боясь сбиться со счета. Чтобы самовнушение подействовало, повторить одну и ту же фразу следовало 108 раз. Об этом я вычитала в книжке со впечатляющим названием «Как стать счастливой за 30 дней». С начала моих упорных трудов прошло уже 27, а счастьем пока не пахло. Так и подумывалось сесть в машину и оказаться через два часа в соседнем областном центре. Но я даже думать себя об этом запретила. Год назад я твердо решила, с авантюрами пора завязывать, потому что ясное дело, добром они не кончатся. А вновь встретиться с объектом моих вожделений — это значит оказаться в очередной раз замешанной в историю. Не могу сказать, что в два десятка предыдущих втравил меня он, тут как посмотреть. Но я точно знала, стоит нам встретиться. В общем, не стоит нам встречаться, хотя очень хотелось. Если не встретиться, то по крайней мере узнать, чем он сейчас занят. Нет и еще раз нет, твердо произнесла я и даже хлопнула по столу ладонью. В моей новой жизни ему нет места. И я удовлетворенно кивнула, поражаясь собственной твердости. Новую жизнь я начала с открытия галереи. Меня всегда тянуло к искусству. Здание под галерею я приглядела в самом центре города. Туристы бродили здесь толпами. Помимо галереи я держала магазинчик с сувенирами. Торговля шла неплохо. Впрочем, денег мне и без того хватало. Но я не относила себя к категории бездельниц и точно знала, у человека должно быть дело, желательно с большой буквы. Иначе дурные гены и скука сведут на нет мой порыв, и я вернусь к прежним привычкам. Теперь, перечитывая на досуге уголовный кодекс, я тихо вздыхала, радуясь, что Господь долгое время проявлял завидное терпение в отношении моей особы, но впредь испытывать его доброту было бы весьма неосторожно. Чему мой папа яркий пример? Папа был карточным шулером. Кем была моя мама, неизвестно. Папа говорил об этом крайне осторожно и как-то неубедительно. Рассказ обычно заканчивался фразой «Я был недостоин твоей мамы, и она меня оставила». Может, мама и поступила мудро, но могла бы и меня с собой прихватить. И то, что она этого не сделала, рождало в моей душе наихудшее подозрение. Папины друзья были сплошь колоритными личностями, но не являлись подходящей компанией для несмышленой девчушки. В результате воспитание я получила своеобразное. С куклами и сказками про Золушку и добрых гномов мы разминулись. А вот о том, как сделать так, чтобы средства граждан перекочевали из их карманов в мой, я знала не понаслышке. Несмотря на свою бурную жизнь, папа не забывал о моем образовании. И с сентября по июнь я жила у его тетки, доброй, трудолюбивой и набожной. Она внушала мне, что жить надо честно, и неустанно молилась за отца, у которого понятие о честности было свое и весьма неординарное. Летом папа брал меня на каникулы, и тетушкины наставления тут же мною забывались. Жизнь отца суматошная, веселая и полная приключений не шла ни в какое сравнение с тихим, размеренным существованием тетки. Папу очень беспокоило мое будущее, и он часто повторял «Слушай, тетю!» Я кивала в ответ, не собираясь следовать его совету. Когда я поступила в институт, он вздохнул с облегчением, но радовался недолго. Тетя умерла в бытность мою студенткой второго курса. Папа вынужден был перебраться в квартиру, где мы с ней жили до этого, потому что считал неправильным оставлять меня в таком опасном возрасте без внимания. Уверена, папа хотел как лучшее, а получилось.